Если у коровы есть кличка, у неё и молоко вкуснее. Об этом говорили одни ребята, даже получили за это шнобелевскую премию, а я с ними согласен. Если корову зовут Бурёнка, у неё и молоко вкусное. Кто-то по смекалистей называет корову, например, инфляция, дефляция, что, стагнация. И тогда у них молоко с каким-то привкусом характерным. А вот стоит у нас какая-нибудь китайская корова Нонейм. Вот у неё и молоко никакое. Кстати, если молоко немножко постоит, то его тоже потом начинают по-разному называть. Например, постояло молоко, сразу все говорят, о, да это у нас ряженка. Назвали по-другому молоко, и сразу куча всяких полезных свойств у него образовалась. Давайте немножко подробнее про эту ряженку узнаем, потому что я её вообще никак не... Программа «Галилео» продолжает серию расследований по разоблачению блюд-обманщиков. Вы уже узнали, что сыр и творог в сырнике – ближайшие родственники. Мясо по-французски придумал русский повар. А салат «Морковь по-корейски» в Корее, отродясь, не видывали. Представляем очередного подозреваемого. Это ряженка. А в чём она обвиняется? В притворстве. Есть подозрение, что ряженка, так же, как и ряженые, выдаёт себя за кого-то другого. Установим за подозреваемой слежку. Заглянем в магазин и отыщем ряженку там. Вот и она, в секции кисломолочных продуктов. На прилавках ряженка всегда находится по соседству с кефиром. В отличие от ряженки, кефир белый. Так может быть, ряженка – это наряженный кефир? Проведём следственный эксперимент. Подкрасим кефир. Чтобы белое стало бежевым, нужно добавить коричневый колер. Но что выбрать для окрашивания? Кофе, какао или карамель? Попробуем и то, и другое, и третье. Вот теперь кефир и ряженка выглядят одинаково. А что на вкус? Пришла пора приглашать понятых. Попросим дегустаторов сравнить вкус ряженки и наряженного кефира. Девушки попробовали и то, и другое. Вывод – это разные напитки. Выходит, ряженка – это вовсе не переодетый кефир, а совсем другой продукт. Следствие зашло в тупик. Так в чём же притворство? Ряженка – напиток древний. Его готовят на Руси уже пять столетий. Интересно, хоть что-то осталось от старого рецепта? Посмотрим, как делали ряженку раньше. Выяснить это поможет знаток древнерусской кухни – повар Екатерина. Наши предки готовили продукты в печи. А что с посудой? Может быть, в древности ряженку делали в деревянных посудинах – ряжках? Отсюда и название напитка. Увы, деревянную посуду ставить в печь нельзя. Сгорит. В ряжках замачивали веники для бани. А к ряженке они отношения не имеют. Для этого нужна глиняная крынка. А вот и сырьё для ряженки – коровье молоко. Его нужно налить в глиняную крынку и отправить в печь на всю ночь. За это время часть воды из молока испарится, и продукт станет более жирным. Итак, с первыми петухами пора вынимать горшочек из печи. Интересно, это уже ряженка? Заглянем внутрь. Нет, это всё ещё молоко. Но оно стало бежевым. Что за фокусы? Никаких фокусов. При длительном воздействии тепла лактоза взаимодействует с аминокислотами белков, в результате чего образуются меланоиды – вещества кремового оттенка. По их вине белое молоко меняет свой облик и становится топлёным. Выходит, в старину ряженку делали из топлённого молока. А из чего её производят сегодня? Отправимся на молочный завод. И сейчас ряженку также изготавливают из топлённого молока. Разница лишь в том, что тут молоко томят в огромных металлических чанах. И сам процесс занимает не всю ночь, а всего три часа. И вот, пожалуйста, топлённое молоко для ряженки готово. Именно из-за оттенка топлённого молока у ряженки такой цвет. Но если с цветом нет подвоха, то во что же рядится ряженка? Продолжаем слежку. Заглянем в лабораторию. Возможно, отгадка в этом пакете. Стойте, но зачем его обжигать? Простая дезинфекция. Так же поступают и с ножницами. А что в пакете? Это бактерии. А у них, как известно, вредная репутация. Похоже, лаборант собирается запустить эти микроорганизмы в чан с молоком. Так может быть, ряженка только притворяется полезным продуктом? Спокойно. Мы имеем дело с лакто- и бифидобактериями. Их используют в качестве закваски для производства кисломолочных продуктов. И, кстати, лакто- и бифидобактерии не вредят человеку, а только помогают работе кишечника. Итак, бактерии оказались в топлённом молоке и начали свою работу. Процесс брожения длится около четырёх часов. И вот заводская ряженка готова. А чем заквашивали ряженку в старину? Ведь тогда не было порошковых смесей с бактериями. Екатерина берёт сметану. С её помощью наши предки и делали ряженку. В сметану добавляли в топлёное молоко и оставляли в тёплой избе на несколько часов. За это время кисломолочные бактерии сметаны размножались и сквашивали молоко. Прошло пять часов. Посмотрим, что получилось. Ряженка. Пожалуйста. Но мы так и не узнали секрет этого нарядного продукта. Может быть, ряженку было принято наряжать в какую-то особенную упаковку? В давние времена ряженку хранили в глиняной посуде. Её накрывали тканью и обвязывали бечёвкой. На современном производстве ряженку разливают в герметичные пакеты. Ни в той, ни в другой таре мы не заметили ничего нарядного. Значит, дело не в упаковке. Но в чём же секрет? Кстати, нужно проинспектировать два вида ряженки. Первая приготовлена по старинной технологии, вторая по современной. Снова обратимся за помощью к дегустаторам. Пусть попробуют оба продукта. Какой вывод? И в первом, и во втором стакане ряженка. Итак, мы сравнили обе технологии. И не обнаружили разницы. Вот только производственные поиски дали ответы на все вопросы, кроме самого важного. Почему же ряженка называется ряженкой? Ряженка – это производная от слова «ряха». В старину считали, тот, кто ест ряженку, быстро наест себе ряху. То есть потолстеет. Ряхой называют упитанное полное лицо. У наших предков слово «ряха» не было ругательством. Полного лица не стеснялись, им гордились. Так как полнота считалась признаком достатка и здоровья. Какой же будет вердикт? Оправдательный. Ряженка – ненаряженная притвора. А самый питательный из всех кисломолочных напитков. Благодаря своей основе – жирному топлённому молоку. В нашем следующем сюжете вы узнаете, что общего между помадой и помадкой. В Древней Руси молоко не только пили и делали из него простоквашу, молоком ещё тушили пожары. Но не все. А только те, которые возникли благодаря удару молнии. Потому что считалось, что это божественный огонь. Ну и чтобы как-то ублажить богов, нужно было… Ребята, молоком, молоко, быстренько! Молоком тушили эти пожары. О, молодцы, ребята! Придумали!